Международная выставка «Стоматология Беларуси-2024» начала свою работу. Так давайте пойдем и узнаем, как же сохранить здоровые зубы. Зубная паста – это самое важное, чтобы мы сохранили свои зубы, правильно? Все верно. Зубная паста – это ежедневная, два раза в день. Мы знаем, что нужно чистить зубы и взрослым, и деткам. Скажите, они разноцветные, да? Вот бирюзовая, розовая, тут вот такая перламутровая. Как цвет? Пищевые добавки или красители? На самом деле, производство зубной пасты – это очень тяжелый технологический процесс. И для того, чтобы сделать стабильную формулу зубной пасты, требуется несколько месяцев активных, стабильных испытаний. Поэтому не каждая формула прорабатывалась индивидуально. Каждая формула подчеркивалась ароматизатором и цветом. И каждая паста – это как произведение искусства и как сложный технологический проект. Поэтому тут картина. Да, да. А это отсылка к Ван Гогу? Правильно я понимаю? Да, да. Прекрасно. Мы вам подарим подарок. О, смотрите. Любите искусство и чистите зубы, ребят. Скажите, вот нам про пользу. Вообще, зачем они нужны, если есть зубная щетка? Вымывает все лишнее из межзубных промежутков, укрепляет десну. Соответственно, нету никаких воспалительных процессов. Ну, а если уже имеются какие-либо конструкции, то ирригатор – это просто необходимость, чтобы воспаление не шло дальше. То есть от зубной щетки мы не отказываемся за этим предметом? Ни в коем случае. Это абсолютно разные вещи. Это мы можем зубную нить заменить, правильно? Или даже нить. Не совсем. Лучше использовать все. Почистили зубы простой щеткой, попользовались ирригатором, монопучком и хорошей ниткой. И тогда, как мой стоматолог говорит, можно со своими зубами до 100 лет прожить. Так вот он, простой способ сохранения крепких зубов до старости. Я хочу, чтобы мои зубы тоже были на таком экране. Но там какой-то штифт есть такой в зубах. Мне кажется, это не ко мне. Но я хочу свои зубы на экране. Чем вы занимаетесь? Интересно, так привлекли мое внимание. Мы тестируем сканер интероральный RANIES 3DS. Это замена всем слепкам. То есть аналоговая стоматология, она уходит в прошлое. И я всех призываю именно взять ориентир на цифровую стоматологию. Это куда более точнее, это безопасней. Это в первую очередь комфорт для пациентов. Потому что мы все работаем для того, чтобы сделать пациент здоровым, счастливым. А вот вы еще сказали безопасней. Чем? Меньше способов занести какую-то определенную инфекцию для пациента. Особенно если у него там десна кровоточат. То, соответственно, здесь это никак не передастся к помощи слепка и так далее. А можно я попробую? Конечно. Попробую себя в роли стоматолога. Так, ну для первого раза вот. Есть у меня потенциал? Небольшой. Небольшой? Небольшой. То есть профессию мы не меняем? Нет. Я думаю, оставим это ребятам, которые очень долго учились. А вас лучше будем смотреть по телевизору. Все, договорились. Это грустный стендап, потому что мы обошли почти всю выставку. Нет, мы обошли всю выставку. И никто до сих пор не хочет смотреть мои зубы. Я не то чтобы сильно настаиваю, но очень надеюсь, что кто-нибудь мне скажет «Откройте ротик, сейчас мы посмотрим, что у вас там». Я думала, бесплатная консультация у меня тут произойдет. Чем вы сейчас занимаетесь? Мы восстанавливаем инклюзионную поверхность зуба. Это, например, первый верхний маляр. Ну, восстанавливать как бы не так уж и легко, но я считаю, что нужен опыт и все. Ну и желание, конечно. А вы такая молодая, вы уже работаете? Нет, я только второй курс. О, и как? А почему вы выбрали такую профессию? Ну, просто с зубами всегда интересно работать. Это какое-то узкое направление. Слушайте, а вы как будущий профессионал? Давайте, это я пришла к вам на консультацию. Смотрите, вы как раз занимаетесь, ну, примерно тем, что мне надо. Вот я бы хотела себе зуб нарастить чуть-чуть. Скололся. Скололся? Ну, это реставрация. Есть художественная реставрация. Она проводится композитами. Вот сейчас, в частности, фотокомпозиты используют. Нужно, конечно, сделать снимок, потому что вдруг у вас там пульпа затронута. Вдруг у вас очень большой скол. Вот, то есть, ну, как бы сначала отправляем на снимок, потом уже диагностируем лечение. А когда вы уже начнете работать, я к вам буду ходить? Ну, вообще, в конце второго курса уже правгигиена проводится. А пока вот вы тренируетесь на таких зубах, да? Готовы к человеческим? Ну, морально, да. Физически, ну, подготавливаемся. Как тебе тут на выставке? Мне очень, а вам? Самое крутое место, которое я видел. Согласна с тобой. Слушай, а не жалуешься на зубы? Абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте задать другой вопрос. Меня отшил робот. На выставке будет интересно даже тем, кто не связан со стоматологией. Ну, а специалисты в этой области могут тут обменяться опытом со своими коллегами со всей республики. А также в ходе мастер-классов поработать с новыми инструментами и материалами. Так что всем, кому интересно, выставка продлится до 15 ноября. А с вами были Минск Новости. До новых встреч!